Добрый ранец! У эфиры информационный выпуск телерадио компании Гомель. У студии Наталья Игнатенко. Продприемства Гомельской области принимают это дело в работе международной специализированной выставы «Белагра-2016», которая проходит в рамках третьего форума регионов Беларуси и России. В экспозиции разгорнутой на территории аэропорта «Минск-1» комбайны акционерного товариства «Гомсельмаш», продукция Гомельского химзавода и перепрацовочных предприемств. Наши корреспонденты сустрелись с удельниками выставы. Специализованная международная выстава «Белагра» – буйнейшую Беларуси форум такого на керунку. Все лето у делу им примают больше 500 компаний из 23 краин. По великим рахунку «Белагра-2016» гэта махшым изнастей новых партнеров доведаться об сучасных тенденциях развития аграрной глины, обменяться в опытом и представить свою продукцию. У поле зроку маркетолога у акционерного товариства «Гомсельмаш» сегодня такие новые краины, як Турция, Индия, Негерая, Паднюва, Африканская республика. А лень супрационерства с традиционными партнерами тут отмавляться не сбираются. У первую чергу – размова об Российской Федерации. На выставке представлены комбайны 16-24, зерноуборочный комбайн, который проходит испытания в Саратовской области, в Волгоградской. То есть там, где есть необходимость убирать высоковрожайные хлеба, там, где есть необходимость убирать кукурузу. Такое супрационерство приносит корысть обо двум бокам. Исправа не только у тым, что российские регионы отрымливают сучасную технику. У машинах, якие вырабляются на беларуских предприемствах от 30 до 70% российских комплектующих. З уликом того, что сё ли ты международная выстава «Белагра» проходить у рамках форуму регионов Беларуси и России, ты мне супрационерство двух краин в уголе особливая увага. Коммунальная сельско-господарция предприемствовать апличная Гомельского района. Летошний план по экспорту выканала на 106%. Усе поставки у суседнюю краину. Мясовая продукция корыстается там великим попытом. Перш за усё по причине высокой якости и экологичной беспеки. Наша продукция очень хорошо пользуется спросом. Дело в том, что мы одно из предприятий, которое выращивает пчелоопыляемый огурец. И мы используем биологический метод обработки. Мы работаем с регионами Московской области, с Москвой, с Питером, с Санкт-Петербургом, и с Калининградом. Беларуской продукцией на выставе «Белагра-2016» цекавятся представники разных краин. А тому и подписание договора об супрацовнестве – завышенная справа. Уже омаль 7 годов, як Беларусь гарантовала себе харчовую безпеку и теперь что год поставляя на экспорт сельско-господаршей продукции омаль на 5 миллиардов долларов. При этом значная частка этой продукции отгружаются у российские регионы. Удельники выставы готовы поделиться в опытом, як зарабить такое супрацовнество максимально выгодным. Кредо нашей компании – прежде чем произвести продукцию, мы изучаем рынок и под рынок делаем план производства. Поэтому остатков продукции у нас никогда не бывает. И во времена, когда спрос на продукцию большой, когда спрос занижается, наша продукция продается всегда. Олег Сенчарова, Настасья Куршинская, Яуген Макеенко. Телерадиокомпания «Гомель» из Минска. У делу третьем форуме регионов Беларуси и России приняли больше, як 350 офицейных представников двух краин, депутаты, керавники министерства и ведомства, громадских организаций, эксперты. Суместная работа проходила под девизом «Эффективная социально-экономичная политика, як основа добробыту и духовного прогрессу». Активный у делу работе форума примали и журналисты. Олег Сенчаров протягне. У этом году форум регионов прошел в третий раз. В 2014-м место моего проведения был обранный Минск. Летось Сочи. Все это у денег форума знов приехали в беларускую столицу. Сероят обмеркованных актуальных тематок формирование одинной информационной просторы Беларуси и России. Сероят у денег секции, СМИ, как фактор регионального взаимодействия и формирования огольной просторы гуманитарных каштоносев 250 журналистов и литераторов, которые представляют телерадио-компании и водоведство от Бреста до Ямала-Ненецкой округи. Нельзя сказать, что на узороне регионов супрацовництво отсутничая у Вогули, а ли и активным его назвать по культ тяжко, ли беларусские операторы транслируют больше 50 российских телеканалов, то у некоторых российских регионов объективная информация в нашей крае не отсутничая. На думку у делников форума выправить такую ситуацию можно у темников раз организацию пресс-туров. Конечно, там есть и, скажем, и московские, столичные журналисты, но больше всего, как раз, и что мне особенно нравится, упор именно на региональную прессу. Они бывают здесь, они ездят, смотрят, общаются, бывают в местных редакциях. Активизация взаимодействия беларусских и российских журналистов повинны сприять имиджурадовое погоднение об сопротивлении, об сопротивлении телерадовещания и другу с ответным бюджетным финансованием. Этот документ зараз распроцовывается. У приватности размова може и сепь в суместных проектах, які будуть цикавы для жахаров обо двух краин. А прачатаго, с таким продуктом можно буде выходить и на информационные рынки інших краин, что стану чем чином отобьется на имиджи союзной державы. Объединив усилия всего информационного пространства Беларуси, России, мы можем очень мощно транслировать наши идеи в мировом информационном поле. Вся рот огученных пропанов уключение союзного телеканала ТРА у социальные пакеты, что дозволить больше повно информовать населенство об ситуации в Украинах, плюс створение ровных махчимостей для работы журналистов. Гаэтое пытание необходно вращать на межурадовом узровне. Больше уваги необходно надавать и социальным сеткам, популярным сиротмолдям. Секция для журналистов у рамках форума Рекиону Беларуси и России все лето пришла у першиню. Так само у першиню организаторы провели и фестиваль региональных телекомпаний в образ часу. Диплом третьей ступени у мазерских журналистов за цикл сюжетов об беларусско-российском супрацовнистве в экономичной, военно-патриотичной и культурной сферах. Объективность и отказность сегодня гэто головное потребование за сродку массовой информации. Когда мы в России будем проводить следующий форум России и Беларусь, то нам нужно секцию такую же обязательно провести в России и пригласить как можно больше ваших региональных компаний в Российскую Федерацию. Я думаю, что мы и без форумов с вами можем дойти много поводов для хороших встреч и для совместной работы. Сегодня у Гомеля отбудется областный сход делегатов пятого у Сибеларусского народного схода. Простовники от нашей области обмеркуют наибольшь актуальные питания, которые, на их думку, необходимо огучить на форуме. Наши корреспонденты сострелись с некоторыми делегатами. Больше 9 тысяч педагогичных работников. Миновата столько наставников, что год повышает свой профессийный уровень у Гомельским областным Институте развития адукации. Для этого тут створаны у все умовы, починающие от наявности необходимых обсталеваний до специалистов от победного узровня. Яшебно задачу установить выражение актуальных проблем глины на кшталт работы с задорными детьми, подрыхтовки децентрализованного тестирования, применение информационных технологий. Компьютеры и интернет в научальном процессе допомагают, але той же пошук необходимых материалов бедется бессистемно и залежит головным чином от квалификации наставника. Сегодня учитель, для того, чтобы подготовиться с использованием информационно-коммуникационных технологий, должен часами перелопачивать интернет с тем, чтобы подготовить презентацию, с тем, чтобы подготовить тест, какие-то разработки. Поэтому система образования нуждается в образовательном контенте, программах, всевозможных тестах, которые были бы четко интегрированы в существующие программы. Акцендерное товариство Гомеля Балавтотранс это больше 4300 работающих и каля 1 тысяча автобусов. Притым, что этот парк постоянно обновляется. Только за последние 5 годов предприемственно было каля 160 машин за кошт бюджету и еще 56 за уластные сродки. Сегодня с родголовных задач Гомеля Балавтотранса оптимизация затрат. Только в этом году их снизили на 25 миллиардов рублев. Разом с тем, в акционерном товаристве кажут, что пытание необходимо разглядать в комплексе. Зараз на предприемствах и его организациях шмат транспорту, який не зауседы выкарастовывается эффективно. Кожный павинет займаться своей справой. Один вырабляет, другие перевозить, третий продае. Некаля гэта схема доказывала свою эффективность, аля цяпер мессами, а дяя по разных причинах адмовилися. Яшэна проблема, якую агучвайцю Гомель Абл-Аутотрансе, скрытые регулярные пассажирские перевозки. Зараз подрихтованы проект закона об аутомабильном транспорте, дзе гэты нюансы будуть уличаны. Пакуль же шмат, які индивидуальные предприемальники и субъекты господарания отрымливать лицензии так званых нерегулярных перевозчиков, что дае им пэлные ильготы, аля на маршруты выходят, что день. Такие факты отзначены фактично на усіх межгородних накерунках у Беларуси и на ватноособных международных. Мы идем вместе и все проблемы, которые сегодня ощущает Республика Беларусь, экономика Республики, они сегодня и нам не чужны. Чем больше грузов будет производиться в Республике, тем больше у нас будет транспортной работы. Чем больше будет экономическая подвижность населения, тем больше будут наши доходы. Это наши показатели, это наша производительность труда и, соответственно, экономическая и финансовая состоятельность предприятия. Олег Сентьеров, Евген Паболовец, Евген Макеенко, телеродокомпания Гомель. Шарговая 17-я полику сессии областного совета депутатов отбудется сёння. На разледжение вынесено пытание об затверджении списов народных заседателев судов Гомельской области. Регистрация депутатов и усіх запрошенных будет проходить с 13 до 14 годин у фойе Великой залы Аблвы Канкама. Пытание доброго упорадкования, аховы здоровья и уладкования у детячей садки по раннейшему не губляют своей актуальности для гомельчан. У областных центров граждане отримали черговую махчимость звернуться со своими проблемами до депутата национального схода Республики Беларусь. На этот раз открытый прием проводила депутат Палаты представников Алена Астапюк. Сустреча с выборщиками заняла больше, як 2 годины. Традицейна гомельчане скарзяться на тое, что не хапает детячих садков у новых микрорайонах. У поликлиниках бывает тяжко трапить до некоторых специалистов, а у дворах шмат поверховок давно не перакладывали асфальт. Один з наведвальников попросил посприять у выращения земельного питания, якое растягнулося на некольки годов и пройшло амаль усе городские инстанции. Такие звороты сустрекаются нечасто и потребуют детального разгляду. Вогулиш депутат гэта посередник по международам и уладам. Самостойно вырешить многие питания он не может, а вось дать консультацию и накеровать депутатский запит у необходной структуры у его компетенции. З надиходом отпускной Парижа хари Гомельской области стали частей выезжать на отпочинок в Украину. Гэта отпускников тут пакуль справляются. Чергау нема. Однако нередко грамадзяне не чекана для себя становятся парушальниками мытного законодавства. Украсовику уступил усилу указ президента номер 40 и кизнизил нормы ввозу на территорию Беларуси некоторых групп товаров. Як показывая практика с документом яшчэ не усе паспелі ознайомиться. Нагадаем што у отповедности с законодавством калі грамадзянін будзе перасекать мяжу частей одного разу у три месяцы без пошлін на ён може привезці дадому рэчаў толькі на 300 єура і вагой не більш як 20 кілограмов. Тые товары які будуть перемещаться з выш ліміту мытнікі однясуць до товаров не для особистага корыстанне і тады треба будзе заплатіць мытны збор мытную пошліну і падаток на добавленую вартость. Особная тема лекові осроткі калі аны утрымліваюць психотропні рэчавы обовязкова необхідна мець прысобі рецепта дурача. Подробязні з усімі окалічності мійтнага законодавства можна ознайоміцца на офіційнім сайте гомірськай мійтні. Тут размешчаны і бланкі декларацій. Для упрощення і сокращення временя прохання таможнього оформління декларацію можна заполніть передварительно. Тояв приїхав на пункт пропуску з допомогою декларацію і подати декларацію таможньому органу. Їе можна заполніть і на пункті пропуску, але щоб не терять декларацію можна заполніть предварительно. Бланні декларацій можна скачать на сі uns на сайте А значит, настала горячая пора для притягнения новых подписчиков. Представники газет, таких как «Гомельская правда» и «Гомельские ведомости», встретились с коллективом «Тлушчевого комбината». Такие народные дни подписчиков уже давно стали традиционными. Подчас встречи были представлены две газеты «Гомельщины» – «Гомельская правда» и «Гомельские ведомости». Каждый из представников рассказал об контенте своего периодичного выдания, а также провел викторину с призами от газеты. А кроме того, на мероприемстве обмерковали актуальные питания, сирот которых была тема деноминации. Працованному коллективу «Тлушчевого комбината» нагадали, где, как и на протягу какого часа можно будет обменять гроши. Миновата таки интерактивный контакт створяя основной образ СМИ и притягивая новых подписчиков. Наши корреспонденты работают в тесном сотрудничестве с нами, с нашими предприятиями. Поэтому, конечно же, охотно, поскольку хотят увидеть и свою работу, хотят увидеть свои семьи, своих сослуживцев на страничках. Поэтому, да, здесь у нас понимание. И это был последний сюжет нашего ранешнего выпуску. У студии працевала Наталья Игнатенко. Мы сочным с разведцем падеи в Гомеле и в области. Заставайтесь с нами. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!